Здравствуйте, меня зовут Федор Васильевич. Приветствую вас в 13 уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Gridbox. И это вторая часть про якоря. В предыдущем уроке мы с вами разбирали якорное меню. И в этом уроке мы продолжаем. Смотрите, я разобрался. Помните, мы когда делали якоря, у нас фиксировалась хедер, шапка сайта. То есть здесь так устроено, в Gridbox так устроено, с этим ничего не поделаешь. Если мы делаем такого плана, переходы, прокрутки по сайту, то у нас верхняя шапка будет фиксирована. Смотрите, что можно сделать еще с якорями. Во-первых, мы можем назначить якоря обычным пунктом меню Joomla. То есть не меняя меню на меню Gridbox. И мы можем сделать даже такие вариации. Например, несколько пунктов меню будут вести у нас на внутренней странице. А какие-то из пунктов меню будут являться якорями. И все это будет в одном меню. Как это можно сделать? Да, и при этом у нас хедер не будет фиксироваться, если это нужно. Он будет также прокручиваться вместе с сайтом. Для этого мы переходим с вами в админку Joomla. И смотрите, вот, например, контакты. Пускай у меня этот пункт будет прокручиваться. То есть мы с вами в первых уроках меню делали. И это у нас все внутренние страницы. Пока они пустые. И контакты я хочу сделать, чтобы прокручивался к какому-то блоку. Сейчас это реализуем. Смотрите, мы переходим в меню. Mine Menu. Находим контакты. То есть сейчас мы рассматриваем глобальные настройки меню самой Joomla. И тип пункта меню нам нужно изменить. Выбираем. Выбираем системные ссылки. И выбираем внешний URL. После выбора у нас здесь все меняется. И здесь появляется новое поле ссылка. Мы берем наш адрес сайта. Как он есть. И пока прописываем его здесь. Ну, можете пока сохранить. Нам теперь нужно повесить якорь. Этот якорь мы пропишем дальше к ссылке здесь. Как это делается. Мы переходим в режим редактирования Gridbox нашего сайта. Например, я хочу, чтобы прокручивалось у меня вот до этого блока. Смотрите. Якорь ставится через плагин текста. Можно якорь добавить либо в существующий текст, который у нас здесь есть. Либо еще добавить один плагин текста. И разместить там якорь. Давайте я покажу вам на примере текста. И покажу, как без текста это делается. Потому что здесь есть свои нюансы. Например, якорь добавляю к тексту. Значит, я захожу в карандашик, в редактирование. Здесь есть нюанс. У нас настроен текст. У нас тут добавлены теги. И нужно это все аккуратно сделать. Смотрите. Во-первых, вот он якорь. То есть, это пиктограммка якоря. Как можно вставить якорь в нужное место на сайте. То есть, там, где мы установим этот якорь, туда и будет прокручиваться по клику сайт. Сначала мы переходим в HTML-режим. Кликаем по кнопке вот здесь вот источник. Смотрите. Нам нужно аккуратненько, чтобы у нас в эту конструкцию тег не встал. Иначе работать не будет. Нам нужно поставить выше этой всей конструкции якорь. Мы ставим курсор, чтобы он мигал перед кодом. Нажимаем Enter, чтобы сделать пробел. Здесь я поставлю единичку. Это просто, как бы, временно. Мы вместо единицы сейчас поставим якорь. То есть, мы делаем все аккуратно, чтобы якорь стал именно над нашим всем текстом. Теперь я источник кликаю еще раз. Единичка здесь прописана без стилей. Без всяких тегов. Если мы напрямую вот здесь единицу вставили бы перед текстом, то эта единица бы вошла бы в конструкцию нашего кода. Нам это не нужно. Вот сейчас у нас один есть. Все. Мы кликаем теперь на этот флажок. Это якорь. И просто задаем имя якоря. Напишу просто блок. Учтите, что на русском языке лучше якоря не писать. Возможно, работать не будет. И ставлю ок. Так, у нас вот единичка еще есть, да? Заходим теперь опять в html. Единицу удаляем. Этот якорь на странице, то есть на сайте, он не будет отображаться. Все, мы якорь повесили. У нас якорь называется блок. Мы это название копируем. Не забываем нажимать Apple. Сохраняем. И вот здесь также галочку Save. Если мы сейчас посмотрим на сайт, вы видите, здесь никаких пентаграмм нет. Никакого якоря нет. Заходим обратно на нашу страницу админки. Смотрите, что мы здесь делаем. Мы ставим в ссылки после нашего адреса. Слэш. Дальше. На английской раскладке клавиатуры мы ставим решетку. И вставляем слово якорь нашего. И должно у нас прокрутиться к этому месту. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Сначала обновляем страницу. И я нажимаю на слово контакты. Нас, по идее, должно сейчас прокрутить вот к этому блоку. Я кликаю. И вы видите, мы переместились к этому блоку. Единственное, что здесь остается, у нас нет плавной прокрутки. То есть у нас сразу перемещается. В каких-то случаях так, возможно, больше подойдет. Но, тем не менее, мы решили вопрос с хедером. То есть у нас не фиксируется меню, если нам это не нужно. У нас работает якорь. И мы можем повесить такой якорь на любой пункт меню Joomla. Именно Joomla, не Gridbox. И мы можем комбинировать. Как внутренние пункты меню. Также в этом меню какие-то отдельные пункты меню могут являться якорями. Прокрутка до нужного объекта сайта. Это здорово. Ну, а если якорь не внедрять уже в существующий наш какой-то текст, то здесь уже гораздо все проще. Я захожу сюда и якорь сейчас уберу отсюда. Нажимаю Apple. И, например, просто выше я могу разместить новый плагин текста. Нажимаем плюс. Нажимаем текст. Наш текст переносим, например, в самый верх. Над иконкой. Заходим внутрь. Все здесь убираем. Ставим якорь. Называем его. Ок. То есть здесь ничего нет. Только наш якорь. Apple. И галочка не забываем в левом верхнем углу. Save. Идем на сайт. Обновляем страницу. Как мы видим, ничего здесь нет. Нажимаем контакт. И абсолютно так же происходит прокрутка. Вот так вот все просто. На этом урок закончен. Если вам он понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Палец вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Кстати, завтра ждите новый выпуск по Gridbox. Будет очень интересно. И делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою группу ВКонтакте. Новую группу недавно я ее создал. Ссылочка будет в описании этого видео. И до новых встреч, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова